здравствуйте друзья возвращаюсь после трудового дня утром ехал вот разговор говорил обратно еду снова говорю знать что получилось досталось мне честно как-то так нагрузочка ощущается вот я с 10 до 3 значит там новую группу начинал хорошая мне понравилось я-то боялся там за 40 перевалить человек но то есть наши сотрудники боялись они там как-то не были уверены по поводу там нескольких человек но в итоге оказалось что там был очень по-божески где-то человек 35 потом было еще парочку таких которые должны были сначала тест сдать но они не сдали поэтому так как бы они тоже отпали вот в общем так получилось то что надо как без перебор мы мы боимся когда много народу тоже это все не не очень хорошо трудно трудно учить когда когда в классе 40 человек слов что еще у нас согласилась наталья quick участвовать в жюри нашего конкурса вот она велела сделать плейлист а я на самом деле плейлист уже сделал там пока только одно видео вот с девушкой алисой из страны чудес но из москвы смысла вот а значит дальше я надеюсь еще люди будут подходить с их сюжетами так у нас есть один член жюри уже ну я бы вот хотел попросить может быть тех кто хочет быть в жюри ну и из тех кто у нас какое-то время уже на канале то есть не не те кто там вчера может быть им тоже хочется но вот может быть тех кто раньше был эта работа ответственная значит мы каждому члену жюри по книжке дадим моей вот пришлем с подписью там со всеми делами это вот как бы будет такой приз для членов жюри так чтобы не скучно было ну и флажок естественно тоже как как положено так что если кто-то хочет напишите в личку я думаю что человека 3 было бы нормально так чтобы они как-то там голосовали большинству чтобы так не было закупорки четным количеством членов жюри ну дальше что еще сказать так вот я отучил эту группу это было до трех часов потом только вот видео сделал то что с утра для вас сам записал я вот так как-то урывками в обед немножко потом где-то там выскочил из класса его подвесил но тем не менее значит вот себя часов пришел а в шесть часов уже новый класс первое занятие первое занятие всегда очень ответственно потом там еще часть времени уходит на то чтобы подгрести тех кто не сразу подключился класса многие первый раз но в основном они первый раз подключаются они еще не очень знают как это все работает там подключение к вебинару вот ну и вообще как бы это новая группа людей никого же там не знаешь толком а их 125 человек было 125 128 но это это опять их будет меньше это только вот они на первые три занятия их много а дальше значит там поменьше будет я надеюсь потом что еще значит группа закончилась надо сделать вебинар записать технически вот его за сделать в данном случае я ничего не монтирую просто кнопочку на нажать подождать пока все это сварганится файл подгрузить на подгруженный файл ссылку дать с той страничке где откуда все ссылки идут в общем какая-то такая техническая работа параллельно с этим вот то что барабашки нам отсрочили один класс на 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 некоторое время вот в один день пришлось последний класс той группе и первый в этой поэтому так все это набегу в экстремальном таком режиме я бы сказал ну вот и от барабанил но вы знаете что еще хочу сказать когда видишь онлайновый класс там всего вроде один час а по расходу энергии которые там это ну в общем как хороших два может быть такие хороших два не просто два хороших два у доски и у нас на самом деле когда мы оплачиваем преподавателей у нас один час в онлайне мы платим как за 2 2 часа у доски то есть там потом двойная ставка так что но действительно напряжение много так на нерве прям несешься как ураган вот там спокойненько такого нет тут же вопросы тут же надо сходу отвечать и так дали так что вот что то скажешь что у нас еще на сказать такой нагруженный день что даже и может и был чего так и не вспомнишь вот ну по всякому случае ощущения у меня хорошие так поработал сейчас 930 вот домой еду значит где-то ну да с 9 30 до 9 30 получается да вот так вот выехал 9 9 20 утром выехал сейчас может там 9 30 еще минут там 10 12 15 до дома так вот и ездишь камера gopro которую я с утра думал что оставил дома или там в офисе оставил обнаружилось оказывается она была у меня с собой я ее для так сказать рационализации перевозок вместо кармана где обычно на меня лежит жилеточки я ее поместил в чехол для большой камеры поэтому меня было ощущение что ее вообще нет а потом выяснилось что она была ну по всяком случае вот мы большой хорошей камеры сняли видео с утра я надеюсь что она хорошо получилось да мы тут со светланой были на новоселье вот мы даже сняли там пару видео с котом вот и там кроме нас был еще шесть человек и мы сами мы пока еще к нам не приехал вот господин бородянский учить нас как интерпретировать тесты но кое-что мы знаем кое-что у нас была онлайновая сессия нам показывал как и что ну и короче так слово за слово мы разговорились и вот эти шесть человек пять из шести пять из шести заинтригованы были и пошли брать тест там рядом компьютерчик было не раз и взяли тест им потом сидели все значит обсуждали и мы со светой были несколько удивлены потому что все пять человек которые взяли тест у них были исключительно высокие показатели в том что можно охарактеризовать вот так в целом как гармоничная личность вот человек у которого все в порядке психолог с его психологическим как бы самочувствием вот как он себя понимает как он себя принимает как он к себе относится вот по всем характеристикам там с разным успехом но все эти показатели были в очень высокой зоне все пять человек и потом мы когда обратно ехали значит рассуждали что же такое получилось мы такого не видели как это редко бывает из тех там допустим двух трех десятков тестов которые можно посмотрели на студентов на нашего преподавателя и так слово за слово вдруг мы поняли что все эти люди не работают по найму они работают в бизнесе они работают на себя у них небольшие там бизнес очки у кого что а кто-то риэлтор а кто-то рассчитывает на всякие платежи там для медицинских целей но у него свой офис и так далее и вот так вот интересненько получилось так что в общем закономерно конечно люди которые работают на себя они более ну как сказать реализованы у них меньше комплексов должно быть иначе они просто не выдержали это все это нужно нужно иметь достаточную степень такой гармоничности в себе они побежали брать тест мы как-то так упомянули что дядька приезжает там ну дядька если михаил бородянский приезжает там тесты они прямо с места сорвались и понеслись брать тесты то есть их не надо было не то что уговаривать а они просто вот там чуть ли не не в очередь там загрузились чтобы эти тесты сдать так вот интересно я просто говорю про уровень открытости людей то есть люди которые самореализованные которые в бизнесе которые как бы сказать самодостаточное вот они они очень открыты такой вот такое наблюдение я когда веду урок первый вот сегодня у меня там есть такой момент когда я хочу от них услышать из-за чего люди бывают неуспешны вроде тебя было хорошее намерение и ты вроде как бы и деньги потратил и и в общем но ну хотел но мультина правда хотел в чем хорошего чего-то хотел хотел профессию поменять там где денежку заработать для семьи и там для детей там лучше ну хорошо и его и вдруг у него не получается из-за чего не получается и вот я бы ну давайте вот дорога из-за чего не получается и они очень хорошие доводы приводит почему это не выходит там самое первое что сказали что вот нет того что называется комитмент человек не готов идти до конца таскать в реализации своих целей так он вроде хотел ну хотел недостаток в планировании то есть он вроде и хотел и вроде и даже деньги потратил и все такое а времени не было расписание толком не было единственно так они хорошие хорошие приводили причины единственно что я и вот там добавил к этому я не знаю куда это отнести так по какой-то такой более серьезный классификации но есть люди у которых мозг так работает как трешкин как бедро помойная то есть вот если есть какой мусор сразу у него в голове вот с кем не поговорить вот только мусор или сразу в голову и дальше вообще жить не может и рядом с ним никому не комфортно вот ради что таким же есть есть я иногда вижу я не хочу сказать что много таких людей но они есть и они вот все время шу-шу-сю-сю и все мусор 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 где-то а мы живем в таком мире где мусора больше чем полезного сигнала намного для мусора же не надо ни мозгов ни знаний ни совести ни чести ничего не надо для мусора понимаете как получается сорняк вот его же не надо высаживать правда сорняк же от культурного растения отличается тем что культурное само не растет его выхаживать надо его выращивать на а сорняк он чё он сам и вот так этот мусор вокруг сплошной сорняк вот если поле твоего мозга сорняками заросло а чё можно сделать ничего нельзя поэтому это тоже важная такая важная такая штучка интересно то есть мы подвержены негативному влиянию других людей очень сильно опять если человек как бы самодостаточный самоутвердившийся самореализовавшийся он гораздо меньшей степени на это реагирует если вообще реагирует а если чек сильно реагирует то у него нет возможности самореализоваться потому что со всех сторон сорняк мусор какашки на дороге у него нет времени заниматься собой своей жизнью там тем что для него важно такие мысли у меня когда начинаются новая группа но эти конкретно мне очень понравились не безумно техническая группа вот допустим те чтобы местных начинали через тестами там техническими так далее там три четверти такие инженеры ну разных профилей но все-таки а там вечерняя дневная таким мощные хорошие серьезные группы здесь намного менее технически там адвокатов только человек 5 наверное из 35 вот но из из продаж тоже какой-то народ я считаю неплохой опыт кстати юридические люди тоже у нас всегда были очень успешными не только смысле в школе но и но и потом то есть есть ли что-то такое что они они цепки и они суть видят они как-то вот так не не размазываются вокруг они так вот прямо бах и очень хорошо очень хорошо потом у них идет в общем я в целом очень доволен составом при том что конечно всегда хочется видеть народ более технически но с другой стороны если они уперты если они мотивированные они же съехались там в основном в основном там человек 6 или 7 местных остальные все откуда-то приехали поэтому они и денег больше на это дело должны потратить дай мне им не только в школе учиться им еще жить где-то надо вот и и денег и силы времени и как бы все-таки с места сняться не каждый может здесь люди такие на подъем тяжелые обычно вот эти вот фулл-тайм группа очень-очень успешные мы сейчас смотрели на группу в ноябре что для нас было будут когда итоги подводим смотрим вот как раз взялись за эту ноябрьскую группу прошлого года а там только один человек не работает неизвестно где он вообще куда делся но вот так все работы так что интересно получается ладно значит отдохнуть нам себя прийти и с утра за работу счастливо